Это Даг Де Муро, и сегодня я пройдусь по моим 10 самым любимым крутым машинам дешевле 20 тысяч долларов. Люди меня всегда спрашивают, какую из крутых машин им купить, чтобы при этом уложиться в 20 штук. Ну, сегодня я вам расскажу. Ладно, я начну с того, что этот список будет в алфавитном порядке. Я не устраиваю хит-парад, потому что среди них будут спортивные машины, седаны, внедорожники, и я не хочу их между собой сравнивать. Поэтому алфавитный порядок, и вот 10 моих советов. На случай, если вы подыскиваете машину до 20 тысяч, вот что вам следует взять. Также я расскажу про машины, которые следует взять вместо каких-то, и объясню, почему это так. Ну, давайте начинать. 10 моих любимых машин дешевле 20 штук, номер 1 по алфавиту. BMW M3 E46. Ребята, надо ли еще что-то говорить? Покупайте такой прямо сейчас. Если вы подумываете про E46 M3, самое время такой купить. Постоянно продаем такие наказы битс, и они начинают дорожать. Недавно у нас выставляли два таких, и продавцы за них хотели, типа, минимум 30-35 тысяч. Я сначала решил, что это много, но посмотрел на машины, которые мы уже продали, и такой, типа, о, вот столько они теперь стоят в хорошем состоянии. Хороший E46 M3 все еще можно взять дешевле 20, но так будет еще недолго. Некоторые люди, располагающие бюджетом в 20 тысяч, скажут, ну, лучше я возьму E39 M5. Но правда в том, что, по-моему, их уже не осталось. Большинство E39 M5 продаются дороже 20 тысяч долларов, дешевле будут машины с высоким пробегом, машины, которые не обслуживали и всякое такое. E46 M3 это то, что надо брать, и эти машины подорожают. Несколько лет назад, наверное, где-то 4, я снимал видео про то, что E46 M3 и E39 M5 сильно подорожают. Все такие, интересно, E36 M3 их ведь так много сделали, ты думаешь, они подорожают? Да, думаю. И знаете что? Я был прав. Сейчас они становятся дороже. Если вам нужен хороший E46 M3, вероятно, это ваша последняя возможность, прежде чем цены просто сойдут с ума. Дело в том, что многие из них сильно модифицированы, многие разбиты, многие не востребованы из-за спецификаций. Автоматы и кабриолеты, например, менее востребованы. Если вам нужен хороший E46 M3, покупайте прямо сейчас. Ладно, далее, в алфавитном порядке, следующая машина до 20 тысяч. Первое поколение Cadillac CTS-V. Мне нравятся эти машины. Сам я владел моделью 2004-го, в ней был V8 и Chevy Corvette Z06. Полный привод, фантастические, рулится и управляется. Очень хорошее шасси, очень точная рулится, мне понравился. Мой автолюбитель, их называют V1. Крутая тачка, редкая, особенная. И все еще остаются хорошие экземпляры, дешевле 20. Когда я начал составлять этот список, я хотел на самом деле посоветовать V2, но потом проверил, хватит ли на него 20 и понял, что они слишком дорогие. Но если вы можете себе такое позволить, сделайте это. Хотя V1-го поколения тоже был крутой машиной, недостатком был только ужасный салон. Прям-таки катастрофически, пластиковый и хреновый. Внутри эта машина была так себе, но за 20, знаете ли, когда он был новым, то стоил 60, тогда это была проблема. Да, но за 20 вы берете его ради силовой установки, шасси, и вы получите отличную машину. Если его возьмете, к тому же относительно практичную машину. Я очень рекомендую V1, они довольно надежные, особенно поздние модели. Ладно, далее следующая машина до 20 тысяч, которую я посоветую, если вам нужна веселая машина Corvette C6. Мне нравится C6, думаю, что она отличная. Я знаю, что по улицам ездит дофига корветов, знаю, что на них ездят старики, а вы не хотите тусоваться со стариками. Но все это не важно, они крутые, веселые. Главное, с такими старыми корветами, особенно C5 и C6 и поздними C4, забыть про стереотипы, про качество салона и все подобное. Они просто веселые, в них много мощности, они надежные, запчасти найти невероятно легко, и они стали дешевыми. И круто, что купив такой сейчас за 20, через год 2-3, вы продадите его за 20, ну или за 18. Вы почти ничего не потеряете, но получите хорошую спортивную машину на это время. Просто они веселые, в самом деле веселые машины. И думаю, что многие люди с бюджетом 20 штук скажут, что лучше они возьмут Camaro или Challenger или Mustang. Знаете, типа лучший Mustang, что можно найти, Challenger на V8, они тоже крутые, всем советую. Но неужели вы не предпочли бы Corvette? Ну, то есть эта машина сделана специально для веселья, ближе к земле, шире, быстрее, мне он просто нравится. Я думаю, что у C6 на сегодняшний день в самом деле фантастическая стоимость. Ладно, далее поговорим еще про машины, которые надо покупать немедленно. Honda S2000. Эта машина... Она удивительная. Во-первых, она удивительно едет. Ну, то есть одна из наиболее хорошо сбалансированных лучшие шасси фантастически управляется удивительно, держит дорогу идеальный размер. На самом деле, недавно на таком ездил и думаю, что они начинают казаться медленными. Но вы можете их модифицировать, и причина, по которой я считаю, что самое время их покупать в том, что становится в самом деле нелегко найти S2000 дешевле 20 тысяч долларов. Мне кажется, что это смешно. Honda такие, мы не можем вернуть S2000, никто не будет покупать машины на механике. Тем временем, все S2000 продаются за 20-25-30 тысяч долларов в легкую. Люди отдают 30 за машину с пробегом 60 тысяч километров. Думаю, они бы заплатили 50 за новую, если это будет правильная машина. Но, в любом случае, я отвлекся. S2000 в хорошей форме становится невероятно трудно найти, особенно дешевле 20 тысяч. Совсем недавно таких было полным-полно, но теперь все изменилось. И очень рекомендую, если вам нужны S2000 особенно хорошие, немодифицированные, берите немедленно, и вы не пожалеете. Потому что через пару лет, возможно, вы его продадите даже дороже, чем купили. Просто берите S2000, потому что это веселые машины, каждый день становится все больше модифицированных или разбитых. А найти хороший становится все труднее, и, честно говоря, люди до сих пор много на них ездят. Так что хорошие с низким пробегом найти будет все труднее и труднее. Ладно, вот вам отличная машина дешевле 20 тысяч долларов, если вы такой найдете, оригинальный джип Grand Cherokee SRT8. Скоро я выложу видео про него, или уже выложил, не помню точно, но эта машина удивительно веселая. Обожаю Grand Cherokee SRT первого поколения. Этот кузов, я думаю, вышел в 2005, и он был ужасным. Ну, то есть, это была катастрофа. Салон просто один из худших, что только может быть. Мой друг Перри говорит, что салон этого Grand Cherokee выглядит так, будто джип просто смеялись над клиентами. Типа, вы все равно его купите, это Grand Cherokee, вы же не будете. Он был жалким. Но в версии SRT было 425 лошадиных сил, атмосферный V8 объемом 6,1 под капотом, и он выглядит круто. Огромные хромированные диски с этим крутым обвесом. Просто выглядит круто. Он заниженный. Поездив на таком, я влюбился. Так хорошо он едет. Я обожаю первое поколение Grand Cherokee SRT8. И знаете ли, они не так сильно обесценились, как я думал. Много мощности и хорошая надежность всегда будут чего-то стоить. В общем, это крутые машины, и сейчас они стоят дешевле 20, и в хорошем состоянии тоже дешевле 20. Очень рекомендую взять один из таких, если вам нужна веселая семейная машина, которую можно закидывать в повороты. Она будет оставаться надежной, она быстрая, если, конечно, вам плевать на его салон. Ладно, далее, вот еще один совет до 20 тысяч долларов. Я думаю, вам следует взять Мазду Миата. Особенно я бы рекомендовал ND Миату. Это последний кузов, и они доступны дешевле 20 тысяч долларов. В основном это будут ранние, с начальными комплектациями. RF дешевле 20 не найти, но они отличные. Хотя многие, конечно, выбрали бы альтернативу этой машине. И, правда, почему бы не взять FRS или BRZ? Дело в том, что Миата просто веселее. На самом деле, мне нравятся FRS и BRZ. Думаю, что они отличные. Но всегда хотел, чтобы в них было больше мощности. Думаю, отсутствие это большая ошибка. Миата просто меньше теснее, веселее это кабриолет. А единственное преимущество FRS и BRZ задний ряд. Ну вы там пробовали сидеть-то вообще? Он бесполезен. И, кроме того, возможно, посерьезнее то, что некоторым людям просто не нравится Миата. У них есть предубеждения на ее счет, которые обещают, что уйдут, как только вы попадете на хорошую проселочную дорогу и повеселитесь. Возможно, МД Миата это лучшая в истории, включая и МД. И они просто удивительные. Я очень-очень рекомендую Энди, особенно если брать ее дешевле 20 за эти деньги. Это очень крутая машина. В ней много чего есть. Очень хорошая с относительно современными технологиями. Ладно, следующая крутая машина до 20 тысяч долларов. Очень рекомендую 987-й Porsche Boxster. К сожалению, вы не найдете за эти деньги Кайман. И некоторые скажут, а почему бы мне не взять 996-й, 911-й? И дело в том, что хорошие экземпляры будут стоить дороже 20-ти. Эта машина подорожала. Не так давно можно было взять 996-й за 15 даже. Довольно хорошие, теперь это уже не так. Но вы все еще можете взять хороший 987-й Boxster дешевле 20-ти, и они отличные. Знаете, есть много предубеждений насчет Boxster, типа это Porsche начального уровня, как бы с таким миленьким стайлингом. Просто поездить на нем. Мне лично Boxster нравится. Когда я работал в Porsche, у меня было несколько 911-х от компании. У меня были предубеждения насчет Boxster, но однажды мне дали его как машину на замену, и он оказался таким веселым. Просто было весело закидывать его в повороты. Шасси, среднемоторная компоновка, развесовка. Эта машина идеальна. И правда в том, что за рулем Boxster вам будет не так важно, что это дешевый Porsche. Потому что на нем так весело ездить. Да и 987-й Boxster S все еще можно найти дешевле 20-ти с 2005-го до 2008-го или более поздний, если найдете. Очень советую, в нем есть ощущение от вождения Porsche и веселья. И пусть даже у вас не будет этого чувства, что вы в крутом Porsche. Если вы серьезно настроены, и вам нужна веселая машина, возьмите 987-й Boxster. Далее, еще одна крутая машина дешевле 20-ти тысяч долларов. Subaru WRX 2015-го. Это новое поколение WRX. Мне не нравилась версия с 2008-го до 2014-го. Они были нормальные. Хэтчбэк был очень крутой. Но тот, что 15-го и новее, намного лучше. Стайлинг круче, такой мускулистый вид у него. Технологии лучшие. Они стоят дешевле 20-ти. За WRX 2015-го года довольно круто. Он на ручке, с полным приводом. В нем достаточно мощности. Но это практичная заряженная машина. Он будет надежный. Робаст, как у всех Subaru. Полный привод. Подходит для снега и такого рода штук. Приемлемый расход. И он все еще веселый. Дешевле 20-ти тысяч долларов. Очень советую вам WRX. Они отличные. Если вы подумываете на Деву, я вас понимаю. Но я не уверен, легко ли будет найти запчасти. Я бы волновался насчет того, что с ними делали прошлые владельцы. И насчет того, что за человек им владел до вас. Но WRX 2015-го и новее. Отличная машина. Она хорошая. Не самая быстрая, не самая захватывающая и безумная. Но замечательная, в самом деле, крутая машина. Ладно, далее, опять-таки, в алфавитном порядке до 20-ти тысяч долларов. Ford Focus ST. Должен еще также упомянуть Fiesta ST. Их легко найти дешевле 20-ти тысяч. Они отличные. Fiesta ST можно, наверное, найти даже дешевле 10-ти. Они очень хорошие. И это удивительно, поскольку в то время никто не ожидал, что Ford могут сделать отличную заряженную машину. Но именно такими они и были. Меня спрашивают, какую бы лучше взял я. И скажу вам, что, по-моему, это зависит от вашей ситуации. Focus ST лучше, больше, практичнее. Но Fiesta ST, даже хоть она не такая мощная, просто веселее. Не такая быстрая, но ее можно закидывать в повороты. Управляемость отличная. И мне кажется, что она даже будет повеселее, чем Focus. Меня всегда просят сравнить его и Focus ST, и 500 Abarth. И я скажу, что Abarth самый веселый, но не особо практичный. Focus ST практичный и тоже веселый. Но Fiesta ST это лучший из двух миров. Это были отличные машины, и если вы присматриваете хороший экземпляр, он запросто будет дешевле 20-ти тысяч, и их полно. И они просто крутые. Люблю Focus ST и Fiesta ST. Так жаль, что их больше не выпускают. Думаю, что решение Ford касаемо внедорожников по большей мере обосновано, но они зря отказались от этих машин. Еще круто, что все эти машины вышли из одного отличного поколения, и сейчас есть очень много таких поддержанных машин на вторичном рынке. Удивительные машины. Ладно, далее лучшая машина до 20-ти тысяч, Toyota Land Cruiser 100-й серии. Этот Land Cruiser выпускался с 98-го по 2007-й. На Custom Beats мы продали невероятное множество таких. И причина в том, что они во многих смыслах хороши. Вам нужна машина, чтобы использовать ее в качестве люксового внедорожника для перевозки детей с комфортом. Это он. Он подойдет. Если вам нужна машина для внедорожных модификаций, для него есть множество запчастей, его можно поднять, поставить стальной бампер и поехать куда угодно, в пустыню, в горы, через реки, что угодно, у вас будет такая возможность. Кроме того, 350-е и даже 500 тысяч километров пробега пройдут вообще без поломок. Так что невероятная практичность, проходимость и люксовость. Три в одном. И что мне нравится в сотом Land Cruiser, почему я считаю их наиболее интересными. 80-е и 60-е серии Land Cruiser из 90-х и 80-х их трудно отыскать, особенно в хорошей форме. Они все укатанные и вообще редкие. 200-е модели самые новые. Дорогие и нередкие. Потому что Land Cruiser более не так популярны. Но 100-я серия это то, что надо. Было много таких выпущено и продано, и сейчас довольно легко можно найти такой дешевле 20-ти. И если у вас есть 20 тысяч, то вы сможете позволить себе очень хороший экземпляр. Чего не скажешь ни про одну другую модель Land Cruiser. Любители Land Cruiser, конечно, смотрят на эту модель как бы свысока, типа, это обычный или это был самый скучный. Но он все равно настолько же проходимый, как и остальные. Большой V8 хороший крутящий момент. Особенно в последние годы выпуска это были отличные машины. И поэтому много кто такие покупает и думает, что через 10 лет, когда сотую модель будет трудно отыскать, мы все вспомним этот момент и скажем, надо было тогда склад такими забить. Когда они стоили 15-20 тысяч, потому что однажды, как и 80-я серия, стала стоить 20-30-40 тысяч за хороший экземпляр. Сотая серия подорожает, и вы будете жалеть, что не купили такое сейчас. Ну вот и все. Это был мой список 10 лучших веселых машин до 20 тысяч долларов. За 20 штук можно купить много разных машин, и все, что я перечислил, довольно круты. Все их можно найти на Кассен Битц. На самом деле нет, не суть. Но они крутые, очень веселые и захватывающие за эти деньги. Можно взять многие из хороших машин. А это был мой список из 10. Если бы я покупал сейчас веселую машину с бюджетом 20 тысяч, вот из чего бы я выбирал. И вдобавок бонусом, все машины из этого списка, кроме WRX 15 и, возможно, эндемиаты, не дешевеют. Можете их купить, насладиться и не беспокоиться насчет обесценивания. В общем, это были 10 отличных веселых машин, что вы можете купить за 20 штук. Перевод и озвучка от студии Экзосфера.